Отложив на время каникул учебники и тетради, эти ребята вооружились шахматными фигурами, терпением и логикой. Сейчас на базе школы номер 7 проходит городской квалификационный турнир. У юных шахматистов есть возможность повысить свои разряды, а также интересно и с пользой провести время. Мне кажется, что это очень хороший вид спорта. Я мечтаю стать по шахматам чемпионом мира. Это развивает мышление, ум, память. Ну, мне неинтересно сидеть в интернете. Я лучше буду сидеть и играть в шахматы. Ну, это развивает логику. И, во-вторых, я, бывает, пропускаю уроки, когда хожу на дополнительные кружки по шахматам. Турнир продлится до конца осенних каникул. За это время пройдет 9 основных игр, по итогам которых лучшие попадут в сборную города. Играют абсолютно все возрастные группы. Специально для них в школе выделили три кабинета. Однако и этого уже мало. И желающих приобщиться к интеллектуальному виду спорта становится все больше. Ну, шахматы – это успеваемость в школе, это однозначно. Ребенок умеет, усидчивость вырабатывается, умеет планировать. Логическое мышление. Каждый преподаватель по математике ходит нам и говорит большое спасибо. У меня трое или четверо детей решили задачки другим способом. Это благодаря шахматам. Пока одни тренируют ум, другие развивают физические способности. Различные спортивные секции работают с 8 утра и до 8 вечера, даже во время каникул. Футбол, волейбол, настольный теннис, занятия по общей физической подготовке. Все тренировки проходят под чутким контролем опытных преподавателей. Особенно популярны занятия по плаванию. Новый отремонтированный бассейн никогда не пустует. Дети разных возрастных групп с большим удовольствием осваивают здесь новые техники плавания и получают свою дозу оздоровления. У нас очень добрый тренер. Построили хороший бассейн и приходим заниматься. Провести интересный досуг в седьмую школу идут не только ее ученики. Двери учебного заведения открыты для всех анапских детей. Причем даже в праздничные дни. Буквально с 8 утра до 8 часов вечера дети могут заниматься спортивными занятиями, могут заниматься дополнительными занятиями по отдельным предметам. Две группы детей у нас поехали. Одна в Сочи, другая в Санкт-Петербург в рамках празднования Дня Единства. Дню Единства у нас запланированы и походы в Краеведческий музей, и работа в стрелковом тире. Сам день тоже у нас будет не выходной. У нас будет проходить шахматный турнир. Будут работать все спортивные секции. В городском управлении образования считают, такой подход к организации детского досуга во время каникул дает только положительные результаты. Во-первых, дети не предоставлены сами себе. А во-вторых, качественно отдохнув и получив заряд энергии, они с новыми силами и большим желанием снова сядут за парты.